Добрый день начинающим любителям радиомоделей. Сегодня в нашей рубрике авиамоделизм для начинающих уже девятый урок. В прошлом восьмом уроке мы подготовили деревянные детали для нашей модели и фактически у нас все готово для начала сборки нашего самолета. Так что сегодня мы поговорим о клеях, которые нам понадобятся для этой модели. Основным клеем у нас будет вот такой клей для потолочной плитки. В нашем случае это Кин, может быть Титан, может быть Мастер. Их очень много всяких разных вариантов. В большинстве случаев это вот такой прозрачный полимерный клей на спиртовой основе. Если клей из магазина густоват, то его желательно разбавить. Разбавляется он обычным этиловым спиртом и любыми другими спиртосодержащими жидкостями. Консистенция клея должна быть вот примерно такой. Переворачивайте банку, он довольно быстро должен стекать вниз. Если клей будет гуще, то вы его будете, во-первых, намазывать более толстым слоем, это добавит веса. Также более толстый слой клея достаточно долго сохнет, поэтому лучше потрудиться, клей разбавить, и работать с ним будет гораздо удобнее. Как разбавлять клей у нас есть отдельное видео, вы можете перейти по ссылке в подсказке и посмотреть. Также для склейки деревянных деталей может понадобиться циокрин или любой другой суперклей, так называемый, который продается в трехграммовых кубиках. Это, по сути дела, одно и то же. В моем случае это Космофен CA500, довольно жидкий цианокрилатный клей. Продается в строительных магазинах, в хозяйственных магазинах, тоже дефицитом не является. И думаю, что такую баночку взять будет гораздо выгоднее. По крайней мере, хватит ее на довольно много. Единственное, что еще хочу напомнить, что этот клей не применим для пенопласта, для потолочной плитки. То есть, деревянные детали им клеить можно, пенопласт нет, пенопласт туда разъедает. Ну и третий клей, это клеевой пистолет-термоклей, так называемый. Он нам понадобится уже на стадии сборки модели. Клеить им большие объемы нежелательно, так как он тоже очень здорово нагоняет вес, но какие-то дополнительные элементы или небольшие элементы им приклеить бывает довольно удобно. Об этом клее мы поговорим уже попозже, когда будем собирать модель воедино. А сегодня нам хватит вот таких двух клеев, циокрина и клея для потолочной плитки. Ну, сегодня я покажу, как этими клеями пользоваться, как их правильно наносить, сколько наносить. Если необходимо клей подсушивать, то сколько его нужно подсушивать, чтобы детали у вас держались надежно, склеивались быстро и модель при этом не набирала особого веса. Ну, первым делом посмотрим, как работать с циокрином. Клей этот довольно жидкий, поэтому наносить его нужно очень осторожно. И помните, что клей этот склеивает руки, пальцы, кожу вообще, пожалуй, лучше, чем любой другой материал. Он, собственно, изначально для этого и разрабатывался. Поэтому попадание на рук циокрина избегаем всеми возможными способами. Ну, деталей достаточно прижать на несколько секунд, и они уже держатся, их уже не разъединить. Выступивший клей аккуратно размазываем тонким слоем в дерево. Кстати, он довольно неплохо впитывается, так что кочек потом не останется. Все. Половина лонжерона у нас приклеена. Теперь, чтобы не ждать, пока отвердеет достаточно большое количество клея, где-то капля осталась, или вот выступил клей, выдавился, можно воспользоваться акселераторами для циокринового клея. Продаются они в модельных магазинах. В принципе, можно поискать и найти. Или, как вариант, присыпать обычной пищевой соной. Кстати, такой акселератор бывает и в нашем магазине. Вот пока я объяснял, собственно, уже акселератором пользоваться смысла не вижу. Клей успел затвердеть, и уже к рукам не прилипает. Как видите, циокрин, он очень быстрый клей. Также наносим небольшое количество на вторую половину. Аккуратно позиционируем вторую часть лонжерона. Прижимаем. Сдавливаем на несколько секунд. И все, лонжерон готов. Он уже не отламывается, не отклеивается. Ну, а после работы баночку клея не забывайте закрывать. Чтобы клей у вас не затвердел прямо в самом флаконе. Ну, а теперь перейдем к клею для потолочной плитки. Во-первых, для удобства работы его желательно перелить в более маленькую тару. В моем случае это баночка, если не ошибаюсь, от перекиси водорода была. Вот с таким относительно тонким носиком, которым, во-первых, клеем можно будет выдавливать меньшее количество. Во-вторых, где-то можно подобраться в более такие труднодоступные места. Ну, и как вариант, можно взять такой клей ПВА. Их тоже множество разновидностей, тюбиков этих. Но тоже он с таким же длинным тонким носиком, которым очень удобно будет клей наносить. Так что, если у вас где-то в школу покупали баночку ПВА, клей закончился, саму банку не выбрасывайте, она вам еще пригодится. Сейчас для разогрева приклеим один из дополнительных лонжеронов. Этот клей более густой, не такой, как циокрин, сам по себе не растекается. Клея много наносить не надо. Вот так змейкой его намазали небольшой. И размазываем тонким слоем, просто руками. Этот клей не ядовитый, не токсичный, от рук прекрасно оттирается. Когда чуть-чуть подсохнет, конечно. Но, недостаток этого клея в том, что его нужно просушивать. Прежде чем клей деталь. Вот если сейчас деталь приложить на сырой клей, он легко смещается, легко сползает, детали легко отклеиваются. Вот, кстати, тоже один из методов склейки, чтобы вторую деталь не промазывать дополнительно, можно так вот на свежий клей вторую деталь приложить, придавить, маленько туда-сюда ее подвигать, чтобы клей распределился, размазался. И снять и отложить на минуту-другую. Буквально пару минут, и клей будет готов к работе. Точно так же приклеиваются деревянные детали к пенопласту. Вот, кстати, почему я говорил, что лучше использовать липу в нашем деле. Любую другую древесину попробуйте так загнуть. Вы, скорее всего, рейку сломаете. Либо загибается. Причем, эту рейку я гнул просто руками, без воды, без размачивания. Вот, кстати, вторую рейку я специально оставил, чтобы показать. Нам нужно ее загнуть по контуру детали. Просто аккуратно в нужном месте рейку подгибаете. Сильно давить не надо. Надо просто подержать некоторое время. Рейка примет нужную нам форму. Но сильно передавливать нельзя. Сломать, конечно, ее тоже очень даже возможно. Ну вот, уже форма начинает получаться. Практически то, что нужно, еще можно чуть-чуть подогнуть. Ну, естественно, если нужно загибать рейки, то выбирайте дерево более качественное, без сучков, без повреждений каких-то, без косых слоев. Ну, вот, пожалуйста, рейка приняла нужную нам форму. Теперь ее можно приклеивать к пенопластовой детали. Ну, пока объяснял, как загибать рейку, у нас подсох клей на лонжероне. Теперь детали достаточно совместить и друг к другу прижать. Все, уже клей держат, уже детали не разъединяются. Чтобы проверить, высох ли клей, достаточно просто пощупать его руками. На руках он оставаться не должен, но должен быть слегка липким. Если пересох, если совсем не липнет к рукам, значит, нужно чуть-чуть клей подновить. То есть, добавить небольшое количество клея, снова его размазать тонким слоем. Ну, вот, пожалуйста, пенопластовый дополнительный лонжерон тоже у нас готов. И уже держится. Если бы клей не был просушен, он бы смещался, расходился, расползался. А так уже держится. Ну, сейчас посмотрим, как приклеиваются деревянные детали к пенопласту. Здесь удобно на саму рейку нанести небольшое количество клея. Даже не размазывая, не растирая этот клей. Прикладываем рейку к пенопластовой детали. Там, где она должна находиться по нужному контуру. Кстати, обратите внимание, что здесь выступ. И я на таком же расстоянии проклеиваю рейку. Приложили. Клей у нас отпечатался на второй детали. Рейку снимаем. Откладываем на пару минут посушиться. Чтобы не терять время, пока сохнет клей на одной детали, готовим вторую. Ну и вообще, пока просыхает клей, можете начинать делать что-то еще. Также нужно помнить, что спирт, который играет роль растворителя в этом клее, он довольно легко впитывается в дерево. И просыхает на деревянных деталях тонкий слой клея намного быстрее. Поэтому тут уже не 2-3, там 4 минуты надо ждать, а может быть 1-2 минуты только. Вот, пожалуйста, на подсушенный клей рейку придавили. И теперь ее попробуйте оторвать. Оторвете, скорее всего, с куском пенопласта. Вторая рейка тоже подсыхает. Вот уже на руках клей не остается. Значит, можно клеить. После того, как на подсушенный клей придавили, рейка уже останется в том положении, в каком вы ее приклеили. Ну и раз уж мы взялись за приклейку рейок, у нас еще остались 2 рейки для усиления фюзеляжа. И, пожалуй, тоже мы их сразу приклеим. Не забываем, что рейки у нас клеятся вот до этой накладки дополнительной. По идее, лучше накладку приклеить перед тем, как устанавливать рейки. Ну, помним, что эти рейки у нас должны приклеиваться до накладок дополнительных, до усиления. Так что их желательно приклеить перед тем, как ставить будем их на место рейки. За одним покажем, как приклеиваются достаточно большие детали. Вот тоже, как видите, наносим клей змейкой. Клея должно быть достаточно, чтобы его тонким слоем размазать по всей поверхности. Вот, промазываем тщательно. Непроклеенных мест лучше не оставлять. Чем надежнее склеите, тем крепче будет в итоге модель. Еще хороший жидкий клей, то, что его достаточно легко распределять. Густой клей скатывается комочками, какие-то там комки, кочки образуются. Жидкий клей растирается тонким слоем, очень даже легко. Его наносить много не надо. Кроме того, здесь у нас много растворителя, он испарится при высыхании, и останется только минимальный слой полимера, который веса почти не добавит. Вот, прикладываем деталь. Пока клей свежий. Вот, кстати, сейчас я пока оставлю ее, да, и продемонстрирую, что получается, если клей не просушивать. Ну, а пока займемся рейками. Также промазываем тонким слоем рейку с одной стороны, и прикладываем ее по верхней грани вот этой хвостовой балки. Рейка должна идти вровень. Здесь у нас ровная плоская поверхность должна получаться. Вместо установки крыла, конечно, здесь образуется выступ, но, тем не менее, тут пространства немного, и крыло будет лежать почти на самой рейке, так что жесткость будет вполне приличная. Ну, вот клей пропечатали, рейку снимаем, откладываем на просушку, и вот смотрите, что получается, если приклеили большие детали на несушеный клей. Раз, она отклеилась. Хотя, вроде бы, довольно долго мы ее подержали. Если бы все это время, пока подготавливали рейку, клей у нас сох на открытом воздухе, эту деталь было бы уже не оторвать. Ну, а сейчас нужно будет подождать, пока она просохнет. Ну, за это время готовим следующие детали. Тоже так же прикладываем детали, пропечатываем клей. И снимаем ее для подсушки. А тем временем предыдущие детали у нас уже подсохли. При приклейке больших деталей очень важно сразу их выставить как положено, чтобы не было смещений, не было перекосов. Если на подсушенный клей прижмете такую большую деталь, отклеить ее будет уже невозможно. Скорее сломаете пенопласт, сломаете заготовку. Поэтому очень важно, чтобы детали приклеились у вас сразу и ровно. Насколько это возможно, конечно. Ну, теперь проклеиваем рейку. Вот, фюзеляж у нас тоже усилен. Точно так же собираем вторую боковину. Видите, я сначала позиционирую деталь по краю. Сильно не прижимаю. Хотя, в принципе, клей уже и так прихватывается. Край совместил. Все ровно, никаких отклонений нет. И тогда придавливаю основную площадь. Ну, и не забываем приклеить рейку. Если клей жидкий и его немного, то на рейках подсушивать его нужно бывает даже порой меньше минуты. Суть дела, прошло 30-40 секунд. Рейку уже можно приклеивать. Вроде бы сушили клей совсем недолго, а рейку оторвать уже не получается. Уже есть риск сломать пенопласт. Вот такие клеи у нас будут применяться для сборки этой модели. Мы рассмотрели, как этими клеями пользоваться, как их правильно наносить, как приклеивать деревянные детали и чем приклеивать. Как склеивать детали из пенопласта и комбинировать пенопластовые и деревянные детали. Еще раз хочу напомнить, что для клеев для потолочной плитки типа кина, китана и тому подобных, их обязательно нужно просушивать перед приклейкой деталей. Если не просушите, то вот такие большие детали, большой плоскости, они у вас могут и неделю не просохнуть. Просто клею, растворителю из клея некуда испаряться, и он остается жидким. Детали у вас держатся еле-еле. На этом наша девятая часть закончена. В следующей, в десятой части мы уже начнем собирать крыло. Так что ждите наших следующих видео. Как раз переходим к самой сборке модели. Ну и конечно ставьте лайки, если вам нравится наш канал, наши модели. Заходите в рубрику моделизм для начинающих и собирайте вместе с нами вот эту тренировочную модель. До новых встреч, друзья. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok